По данным исследований ученых Высшей школы экономики, до 70% выпускников школы уезжает из глубинки поступать в вузы и трудоустраиваться в региональных центрах и мегаполисах. Это в том числе данные по Алтайскому краю за прошлый год. Как сегодня обстоят дела в Барнауле? Притягивает ли он выпускников или отпускает в более крупные города? Об этом в программе «Наше время» поговорим с Ларисой Первун, главным специалистом отдела общего образования Городского комитета по образованию. Здравствуйте, Лариса Петровна. Здравствуйте. Итак, насколько нам известно, в Барнауле тоже озабочены оттоком выпускников нашей школы, несмотря на то, что Барнаул достаточно крупный город. Вот все-таки какие у Вас есть данные? Он больше отпускает либо притягивает к себе выпускников школ? Ну, действительно, озабочены этим и администрацией вузов, и администрация города. Я думаю, что руководство любого промышленного предприятия, которому нужны кадры. Если мы сравним данные за последние два года, то в этом, в текущем году у нас на 15% выпускников меньше уехали в вузы других регионов. Вот Вы это с чем связываете? Ну, кризис, да, я думаю, что кризис сказался на этом экономически, что стали меньше ехать, потому что наши выпускники преимущественно ехали в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск. А жизнь подорожала? Жизнь подорожала, это один момент. И второй момент, что наши вузы и наши работодатели обратились именно к выпускникам, потому что нельзя воспитать хорошего рабочего предпринимателя, если он не будет любить свою профессию. А эту любовь надо воспитывать уже не в стенах вузов, а начинать в школе. И вот то, что мы проводим профориентационную работу теперь уже не только в выпускных классах, а начинаем ее с пятых, седьмых классов. То, что вузы услышали наши пожелания школ, пригласили работодателей. Мы провели не один круглый стол с приглашением работодателей, где каждый задался вопросом, что нужно сделать, чтобы остались умные дети, дети-олимпиадники, дети, которые сдают ЕГЭ на высший балл. Именно в своем регионе поступили в свой вуз. Ну, думаю, в этом есть какая-то доля, что на 15% их стало меньше уезжать. Вот вы сказали, что уже буквально с пятого класса начинаете общаться со школьниками. Насколько им это интересно? Насколько они понимают, что все-таки будущее, оно наступит? Но ведь они все равно еще маленькие, пятый класс это еще такие малыши. Ну, мы даже, у нас в перспективе не только в пятом классе начать. По новым стандартам федеральным у нас есть внеурочная занятость и в начальной школе. И там в игровой форме уже детей знакомят с миром профессии. То есть для них это профессиональные пробы, которые мы проводим. Называется это мероприятие у нас «Вкус карьеры». Когда ребенок приходит в техникум, приходит в вуз, где пробует себя. Ну, конечно, для среднего возраста это игровые задания какие-то такие. Составить витрину, рассчитать чек или что-то по-юридическому сделать. Чтобы было интересно именно, да? Чтобы это было ему интересно, да. А чем старше ребенок, тем сложнее задание, тем он больше себя пробует. И в принципе-то задача наша, чтобы он попробовал до девятого класса как можно больше профессий. И уже осмысленно шел в профильный класс. Потому что десятый, одиннадцатый класс это профильное обучение. И с 2016 года оно уже будет практически во всех школах. Сейчас 77,6% наших детей обучаются в профильных классах. Ну, просто иногда кто-то идет со знакомым, с подругой. Просто потому что это был за компанией мой класс, да. А когда он попробует профессию, когда он будет знать, что он будет в будущем делать, чем будет заниматься. Уже тогда начинается воспитываться любовь к профессии и выбор более осознан. А вот насколько активно преподаватели включаются в эту работу? То есть уже в самой школе. То есть они пытаются заинтересовать, либо же сотрудничают с представителями вузов. Как это все происходит? И можете ли вы какую-то провести, может быть, градацию школ? То есть где это более активно сейчас проходит именно в Барнауле? Если есть информация. Ну, я думаю, что заинтересованы все. Потому что любой классный руководитель заинтересован в том, чтобы его дети нашли себя в жизни и поступили куда-то, достигли своей цели. Единственное, что кто-то это делает, ограничиваясь просто посещением дней, открытых дверей. Но они у нас уже не просто вот, что пришли, рассказали о вузе и все. Я говорю, что они у нас стали, так скажем, систематические. Мы детей приглашаем туда, начиная вот с ноября, а не с декабря, в течение всего года. Это ярмарки, построим будущее Алтая, где дети ходят. Это техникумы, это олимпиады, на которые дети ходят уже начиная с младшего возраста. То есть это уже 6-7 класс, ребенок идет в вуз, он туда может прийти на летнюю практику, на летнюю школу. Выехать на экскурсию сначала на предприятие, а потом вернуться в то учебное заведение, где дают. Если раньше дети шли в вуз, сейчас вуз идет в школу. Они проводят праздники, они участвуют в днях лицеиста, в днях науки. Очень много совместных мероприятий. А вот эти программы именно кто разрабатывает? Это от вас все идет? От вузов идет? Вы это совместно все делаете? Нет, я бы сказала, что это совместно идет все работе, потому что заинтересованы как те, так и другие. У нас есть такое прекрасное мероприятие, как «Вкус карьеры», есть чемпионат профессий и предпринимательских идей в России. И на базе нашего Алтайского кооперативного техникума проходит региональный этап. Вот там именно готовят рабочие профессии. Вот расскажите об этом поподробнее. Вкус карьеры, к чему вы прививаете любовь? Понятно, что юристы, экономисты, менеджеры у нас сейчас вкусные очень специальности. А вот что касается рабочих профессий? Нет, мы обращаемся, да, и к рабочим профессиям. И впервые год назад была проведена Олимпиада по технологии. Мы привлекли туда все техникумы, те колледжи, которые готовят именно станочников, столяров. И когда мальчишек вывезли именно на то предприятие, где они соревновались в условиях реальных, им было это настолько интересно, это получился настолько большой позитив для преподавателей. Вот в этом году у нас уже вторая Олимпиада такая пройдет. А есть ли возможности самореализации для тех, кто заинтересован наукой? То есть именно в научном направлении? В научном направлении, конечно, здесь очень большие возможности. Во-первых, на базе Алтайского госуниверситета уже второй раз будет проходить открытая научно-практическая конференция для школьников города Барнаула. И там могут дети, начиная с 6 класса, принять свое участие, провести исследования. Причем для исследований предоставляются не только... Ну, в школе не все оборудование есть, не все там, скажем так, возможности. А у нас Алтайский госуниверситет предоставляет свои площади для проведения исследовательской работы детей и по биологии. Вот сейчас очень актуально такое направление, как разработка лекарств, выращивание растений и так далее. То есть вот это одно. Второе — это олимпиады, которые проходят на базе и политехнического, и Алтайского государственного университета. Ну вот вуз — это понятно, это престижно. Все-таки в обществе сложилось мнение, что среднее профессиональное образование — это не так престижно, как вуз. Вот ситуация как-то сейчас меняется все-таки? В этом году у нас во многие колледжи был конкурс. То есть есть те, кто уже убежденно идут вот как раз за вот такими знаниями? Да, и люди идут за профессией. И когда детей спрашиваешь, почему именно, вроде бы, ребенок хорошо учится и по баллам может пройти дальше, он говорит, я сначала получу специальность, мне здесь дадут больше практики. Это все-таки вузы, может быть, где-то больше теории дают, где-то меньше. Поэтому здесь я бы не сказала. И работодатели, вот вы посмотрите на выпускников техникумов, на выпускников колледжей, их сразу разбирают уже практически на последних выпускных курсах. То есть у них есть гарантированное место работы. И в этом большой плюс. С 2013 года у нас поменялись условия целевого обучения. И одна из самых востребованных сейчас профессий — это профессия педагога. Если в 2014 году мы заключили 27 целевых договоров на педспециальности, то в прошлом году у нас уже пожелало гораздо больше ребят. И мы 66 договоров заключили. То есть дети, когда видят свою направленность, кто-то идет в педколледж сначала, чтобы изучить побольше практику, а потом дальше. И те же столеры, те же техники, они востребованы, инженера, они должны понимать практику, работу изнутри, знать. То есть можно оставаться в Барнауле, учиться здесь и все-таки найти себя дальше в профессии? Можно оставаться в Барнауле, учиться параллельно в Алтайском государственном или в политехническом, и в любом вузе Европы. Такие программы сейчас есть, и это программы бесплатные. То есть если у ребенка есть желание учиться, он может учиться и здесь. Тем более, что уровень образования очень высокий на Алтае. Хорошо. К сожалению, у нас уже закончилось время. Еще много чего можно с вами обсудить. Спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, что в программе «Наше время» мы общались с Ларисой Первун, главным специалистом отдела общего образования Городского комитета по образованию. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова